У правительства в ближайшее время очевидно, что слухи об отставке сопровождают это правительство с момента его образования. В чем на самом деле проблема этого правительства? Она заключается в том, что прежде, до нового президентского срока Владимира Путина, наша страна жила в условиях так называемой тандемократии, тандема. То есть по-русски говорят двоевластие. Пусть формального, но двоевластие. Когда президентом был медведем, реально все представляли себе, что власть принадлежит Путину. Тем не менее, факт остается фактом, Путин был подчиненным, премьером. Вот теперь бывший президент стал в прошлом году премьером. И, естественно, он унес на себе все, что связано с его президентством, в том числе и желание, он его не скрывает, вновь вернуться по окончании срока президентских полномочий Путина в качестве кандидата, а может быть и президента в будущем времени. В этом и состоит главная интрига. Дело в том, что если президенту Медведеву казалось, что будет сохраняться тандем, то всем очевидно, что тандем с момента возвращения Путина прекратил свое существование. Возникли обычные отношения между президентом и премьером. Хотя президент Путин, конечно, избрал Медведева и не ошибся в этом плане. И Медведев выдержал слово, в конце концов уступил ему место. Тем не менее, это не одинаковые фигуры с точки зрения политического веса и всего остального. К сожалению, вот это обстоятельство давлеет над деятельностью правительства, которое, на мой взгляд, является очень разношурстным. И в котором есть часть людей, которые искренне верят в то, что будущее принадлежит им и Медведеву в президентах. А есть часть, которая явно озабочена другими вопросами. Уход Владислава Суркова, фактически второго человека в правительстве, совсем недавно, но фактически прозвучал похоронным звоном по желанию или стремлению правительства слыть автономным центром власти. Как вы знаете, в воскресенье в программе с Токменевым на НТВ сам Медведев не исключил своей отставки, или, точнее, отставки правительства. Он дал понять, что все время живет в ощущении, что эта отставка рано или поздно состоится. Собственно, вот и ответ на ваш вопрос. Часть людей в окружении Путина, на мой взгляд, совершенно зря пытается сохранить эту ситуацию, считая ее благоприятной до образа Путина. Ну и в крайнем случае все можно свалить на правительство, премьера, в духе царь хороший, бояре плохие. На самом деле, время, которое уходит, не принимаются решения, не до конца доводятся какие-то планы. Все это время засчитывается в срок одному человеку, президенту Российской Федерации Путину. И то время, которое, ну вот, фактически уходит, оно становится безвременем его президентства. Поэтому сейчас, мне кажется, Путин стоит перед необходимостью решения. Ему вполне комфортно с Медведевым. Медведевым, как мы выяснили, не создает ему конкуренции. Но проблема в том, а что может сделать это правительство? Если оно ничего не может, если оно не в состоянии добиться исполнительской дисциплины, не в состоянии добиться правильных решений, тогда это правительство должно рано или поздно уйти.